Следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Енисейском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомню, в субботу около пяти часов вечера на трассе Красноярский-Енисейск, недалеко от поселка Абалакова, микроавтобус Ниссан столкнулся с лесовозом КАМАЗ и опрокинулся в кювет. Четыре человека погибли, еще четверо доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Предварительным данным авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения. Автобус не был рейсовым. Установлено, что 40-летний житель Красноярска занимался частным извозом без лицензии. Водитель автомобиля Ниссан, микроавтобуса, выехал на встречную полосу, по предварительным данным, уснул за рулем. И произошло столкновение с движущим на встречном направлении автомобилем КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия у нас четыре человека, включая водителя, погибли. И четыре человека находятся сейчас в лечебных учреждениях, в тяжелом состоянии. У водителей микроавтобуса в течение года, в соответствии с базой административных нарушений, было допущено два административных правонарушения. Одно зафиксировано камерами автоматической фиксации, это превышение скорости, часть вторая, от 20 до 40. И также расположение транспортного происшествия на проезжей части дороги, это выявлялось в ГАИ села Ниссейска.